Всем привет! У меня к вам вопрос на засыпку. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на фотографии этих людей и скажите, как вы думаете, что их всех объединяет? Правильно, все они красивы, успешны и счастливы. И все они имеют голливудские улыбки с белоснежными зубами. Действительно, белые зубы сегодня это синоним успеха, красоты и сексуальности. И, между прочим, последние исследования в области психологии и стоматологии показывают, что первое, белые зубы делают нас моложе минимум на 5 лет. Второе, 58% мужчин при первом знакомстве обращают внимание прежде всего на улыбку женщины и, как следствие, на состояние ее зубов. Да что там, исследования показали, что белизна зубов может оказаться ключевым фактором успеха кандидатов, проходящих собеседования в процессе поиска работы. 68% людей считают белые зубы показателем профессионального успеха человека. 61% людей с белыми зубами чувствуют себя более уверенно, чем с потемневшими. Более того, по мнению некоторых опрошенных британцев, белоснежные зубы говорят о том, что человек получил элитное образование. То есть, как вы понимаете, белые зубы являются показателем и нашего статуса, и нашего здоровья, и, конечно же, нашей сексуальной привлекательности. Неудивительно, почему сегодня каждый мечтает иметь белоснежную улыбку. Особенно это касается девушек, для которых красота и сексуальная привлекательность – это, пожалуй, самая главная миссия в жизни. Короче, белые зубы в буквальном смысле влияют на качество нашей жизни. Поэтому давайте перейдем к практической стороне этого вопроса. Вы часто меня просто спрашиваете о моей улыбке, и в том числе о моих зубах, и просите дать какие-то конкретные рекомендации. Поэтому я решила сделать такой необычный выпуск и разобрать с вами, какие же сегодня существуют методы отбеливания, и найти самые подходящие для нас и безопасные. Отбеливание в кабинете у стоматолога. По словам моих друзей, которые делали это, точнее пытались сделать это в кресле стоматолога, они просто оттуда сбежали, не дождавшись окончания процедуры. Говорят, это очень больно. Вам зубы или светят каким-то лазером, и их так начинают простреливать от боли, что нет, ну никаких сил вообще это дело терпеть. Или запускают реакцию путем химических веществ, где очень высокая концентрация перекиси водорода, которая, между прочим, очень вредна для вашей эмали, и, во-вторых, процедуру это тоже не делает приятной, так мягко говоря. Вообще перекись водорода, как вы понимаете, основной компонент при отбеливании зубов. Она освобождает канцерогенные свободные радикалы, тем самым перекись уничтожает полезные бактерии полости рта и делает эмаль зубов пористой, что неминуемо влечет к таким негативным последствиям, как чувствительность зубов, истончение эмали. Ну а самое неприятное побочное действие, это то, что ваши зубы пожелтеют по прошествии времени еще больше, чем они были до самой процедуры отбеливания при помощи перекиси водорода. Кстати, совсем недавно мир облетела новость, что в Бельгии запретили свободную продажу перекиси водорода, потому что она используется даже при производстве взрывчатки. Кстати, те же, кто все-таки стоически выдержал процедуру отбеливания в кабинете у стоматолога, а для этого нужно было прийти аж целых три раза и выдержать все это испытание, тот и сегодня, уже по прошествии большого количества времени, не жалуются на чувствительность, а процедура, кстати, не из дешевых была. И, к сожалению, раньше, как вы понимаете, выбора у людей не было. Чуть позже стоматологи начали все-таки уже предлагать отбеливание в домашних условиях, изготавливая специальные капы, я думаю, вы такие знаете. Но опять же, туда входит все та же перекись водорода. Домашний курс отбеливания длится 10 дней капу, просто так в аптеке вы не купите. Она изготавливается специально под пациента. У меня вот была подружка, которая воспользовалась таким методом. Она просто проснулась в 2 часа ночи, начала глушить, извините меня, водку, чтобы хоть как-то справиться с возникшей болью, потому что это тоже очень неприятно. Да, кстати, это уже более дешевый способ, чем это делать в кабинете у стоматолога, но эмаль по-прежнему очень жалко. Потом, как вы знаете, появились уже отбеливающие полоски, которые можно было тоже использовать дома. Это такие полоски, как 3D White, Блендамет и другие. Кто пробовал, знает, что эти полоски нужно держать на зубах не менее часа, и, соответственно, из дома никуда с такими пакетиками не выйдешь. Более того, эти пакетики нужно стараться очень плотно и правильно фиксировать равномерно, иначе эффект осветления будет тоже неравномерным. К тому же они часто отклеиваются, поэтому тут как бы нужно стараться. Но самый неприятный момент это то, что эти полоски не осветляют и не отбеливают пломбы. Я уж не говорю про несъемные протезы и коронки. Кстати, на упаковках таких полосок часто пишут, что полоски никак не вредят вашей эмали, но на самом деле это всего лишь маркетинговый ход. Полоски содержат все ту же перекись водорода и карбамида. Просто в меньшем количестве, но это все так же разрушительно действует на вашу эмаль и вызывает чувствительность ваших зубов. Более того, вы должны знать, что использование любых продуктов, в которых содержится перекись водорода, должна осуществляться под строгим надзором стоматолога. И, наконец, совсем недавно ко мне в руки попал уникальный продукт из Лондона. Я была действительно приятно удивлена и заинтригована, когда узнала, что наконец-то теперь не надо не сидеть в кресле у стоматолога. Не выжидать дома, чтобы получить результат. А можно отбеливать зубы on the go. То есть на ходу в любое время, в любом месте. В самолете, там, не знаю, по пути на работу, на пробежке, в машине, в метро и так далее. Это сухой гель в виде полосок. Они наносятся на верхнюю и нижнюю челюсти. И в течение 15-20 минут вязкая консистенция активного геля, образовавшегося на зубах, смывается со слюной. Помимо этого, ригель – это продукт, который действительно отбеливает ваши зубы без перекиси водорода и других вредных для вашей эмали химических веществ. Здесь отбеливание действительно является абсолютно безвредным и безболезненным. Полоски идеально подходят даже для чувствительных зубов. Отбеливание происходит за счет запатентованной формулы, которая высвобождает активный кислород, который проникает в слои зубной эмали и удаляет налет и пятна, не нанося вреда самой эмали. Ко всему прочему, полоски убивают бактерии. В полости рта они содержат экстракт мяты, поэтому после использования в течение всего дня у вас будет там приятный запах и свежесть. Более того, они подходят даже тем людям, которые носят брекеты, потому что не входит в их состав ничего того, что могло бы окислить железо. Самый минимальный курс рассчитан на 7 дней, если вы будете использовать полоски 2 раза в день, то есть 15-20 минут утром и 15-20 минут вечером. Короче, это самый безопасный и самый удобный способ, который еще ко всему позволяет экономить наше время, потому что не нужно ходить с этими пакетиками по дому, выжидая, когда пройдет этот заветный час, а то и два. Мои полоски ригеля всегда в моей сумочке и могу воспользоваться ими в любой момент, где бы я ни находилась. Свои полоски я покупала в торговом доме ЦУМ. Вы можете найти их в аптеке, но подробнее о местах продажи вы можете узнать на сайте производителя. Ссылку на сайт я оставлю также в описании под видео. Если кому-то интересно, то о составе этих полосок я напишу прямо под этим видео. Ну а вы всегда думайте о своем имидже и своей красоте, но помните, что никогда это не должно быть во вред вашему здоровью, иначе результат будет недолговечным. Ну и напишите, конечно же, в комментариях, хотели ли бы вы иметь белоснежную улыбку, нравится ли вам сейчас состояние ваших зубов, да, хотели ли бы вы что-то изменить, ну и самое главное, насколько для вас важно состояние зубов вашего партнера. Напишите обо всем об этом в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.